Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня видео, что мы купили из Турции и в Дютике. На обратном пути купил муж вот такой вот Санта Куба. Кубийский ром. Не знаю, сколько он стоит. Так, вот такой Чивос. Он стоит 5200. Его просил друг. Не друг, я имею ввиду, коллега. И какой-то новый вышел, тоже он предлагал. Вот 5200 на наши деньги. Не дешевый. Так, перед вылетом в Турцию вот такой взяли. Тоже мы думали, мало ли в Турции паленый алкоголь. Не знаю, сколько он стоит. Ну, тоже прилично стоит такой. Вот такие конфетки брали. Потом муж брал вот такие. Ну, несколько. Вот одна осталась. Так, племянница мы взяли. Она любит очень киндер. Ну, Барби мы не стали играть. Вот такая игрушка, а внутри киндер-шоколадки. Вот, стоила 10 долларов. Далее. Купили обязательно луку. Подарок вот такой с фисташкой. Ну, мы в Мигрос в магазине покупали. Цены не могу сказать. Там разные. Вот большая, вроде 20 или 25 лир. Это нам мы взяли. Вот. Набор чая вот таких по 40 грамм. И с другой стороны вот так они выглядят. Где-то 5 долларов, где-то 7. Мы в разных местах покупали. И вот такой. Здесь гранатовый, черный. Видите, тут 7 долларов. И здесь кофе. Лимон. Микс. Себе мы брали такой черный чай. Не знаю, сколько стоит. 250 грамм. У них очень много больших пачек. По килограмму, по 500. Ну, не знаю. Мы не стали везти. Так. В подарок тоже взяли черный чай. Вот видите, 3 доллара. 125 грамм. Еще в подарок взяли зеленый чай. А мы тоже взяли, да, в подарок. Так. Вот такой луку взяли. До 10 лир он стоит. Это бабушки. Вот такую черепашку мы ей взяли. Долголетие и благополучие. Вот такой. Не браслетик, а брелочек. Это себе домой. Нам вот такой. Магнитики у них по доллар-два. В зависимости, где вы берете. Вот такой магнитик. Это тоже в подарок красивое. Там надо выбирать в разных местах разные магнитики. Вот такой слоник из камня. Он вообще дешево стоил. Вы сами знаете, что Турция славится мрамором, камнем. Это об любви, что ли, что это такое слоник. Так. Две вот такие взяли. Не знаю, пастила она как. Я не знаю как. Нуга. Нуга. Раз пачку взяли. И два пачку с фисташкой. Это когда муж ходил в спа, ему дали там 10 долларов, если так стоит. Натуральное масло для загара. Оно идет как в подарок. Так. Взяли тоже в подарок вот такой набор. От Гриппа. Видите, ценника нет. Взяли две пачки гранатового чая. Вроде 3 доллара он стоил. Так. Вот такой турецкий кофе. Есть в зернах продается, есть в банке. Ну проще вот такие братья и в Мигросе, и везде. Вот. Но это только для турки. Так. В подарок еще взяли вот такие финики. Не знаю сколько они стоили. Вот. Что мы еще взяли. Еще вот такие две открытки. По доллару они стоят. И тарелки. То, что мы на экскурсии были. Одну в подарок, одну нам. 5 долларов или 6 долларов. Вот. Были на экскурсии, где хранятся мощи 8% святого Николая. Но взяли вот такую икону. Называется Гиониса. Сосуд символизирует неубываемого молодость, счастье, здоровье, достаток в доме, путеводительность, помощница в родах и сединиться от многих болезней. И вот такую святого Николая взяли. Я быстренько показываю. Из натурального серебра. Из Италии. Освещенная Николаем к могиле. 70 долларов. И муж себе брал такую. 100 долларов. Свечи. 7 долларов. Вот такие магнитики он друзьям взял. Разные. И вроде бы все. Мы не стали брать оливки, оливковое масло. Вино очень дорогое, по 19 долларов. Всякие, как его называют, такие, как называется там, гранатовый соус. Типа рожковый соус. Ну, мы не стали это брать. Вот. Все, что могли, мы взяли. Вот такие вот. Это святитель Николай. Вот такие были покупки из Турции в Дютике. Надеюсь, чем-то вам было полезно. Так что всех целую, обнимайте. Всех целую, обнимаю. Так что ждите видео из Турции. Некоторые будут видео. До новых встреч.